Всем привет! Недавно мы с вами познакомились с подгоном от китайцев. Это проводная гарнитура, это наушники с одним динамическим излучателем, которые имеют присоединяемый микрофон, который превращает ее в гарнитуру. И сегодня мы познакомимся с беспроводным модулем, который позволяет сделать из этих наушников беспроводные, но не ТВС, не раздельные, а просто беспроводные наушники с заушной дужкой. Это Celeste SkySore. В комплекте с самим устройством также идет прикольный тканевый чехол для транспортировки и хранения, набор насадок на микрофон, сам съемный микрофон и инструкция. Комплектация очень неплохая, собственно говоря, как и цена. Стоит отдельно эта модель в районе 3000 рублей. Также можно купить сразу в паре с наушниками, которые я, собственно говоря, уже тестировал, про которые я вам уже рассказывал. Но причем экономии не будет никакой. То есть, грубо говоря, что вы купите отдельно, наушники с Bluetooth-приемничком, что купите их вместе, экономии не будет никакой. Я понимаю, конечно, если бы, например, продавец предлагал хотя бы какую-то скидку, там, 500 тысяч рублей, например, чтобы можно было сэкономить, купив сразу эту пару вместе, но почему-то такой скидки нет. Итак, собственно, что же представляет из себя этот Bluetooth-модуль? Ну, во-первых, это достаточно такое крупногабаритное устройство. Оно имеет зашейную, ну, не заушную, а именно зашейную дужку. У нас есть два облачка, в одном находится аккумулятор, в другом кнопки управления. У нас есть проводочки для подключения наушников. Но, в целом, вот эта вся эта конструкция выглядит, как по мне, немножко монструозной, не такой компактной, как хотелось бы. Но, вот как по мне, в целом, все это как-то немножко объемно выглядит и чувствуется, и воспринимается. То есть, вот как-то здесь вот это должно болтаться. Управление будет не самое удобное, потому что вы просто физически не увидите, что куда там вы будете нажимать. Хотя, естественно, все это дело привычки. Но, вообще, вот в целом, грубо говоря, если ТВС-наушники, это просто компактные наушники, это, грубо говоря, как... Вот, вот если бы вот это был беспроводной вариант ТВС, вот это было бы шикарно. А вот все вот это вот, вся эта конструкция, как по мне, это как-то слишком объемно. Блоков, как я уже сказал, два. На одном нет ничего, на другом есть порт Type-C для зарядки и три кнопки управления. Для регулировки громкости, плей-паузы, ответных звонков и так далее. Причем, что, на мой взгляд, вообще абсолютная дикость, это то, что пластик тут с синим покрытием. Знаете, такое ощущение, как будто бы, на самом деле, пластик должен быть серым, и просто на него наклеена защитная пленка. По крайней мере, первые, не знаю, минут 5-10 это ощущение вообще не покидает. Так и хочется, думаешь, где же здесь подцепить пленку, содрать ее, потому что, ну, выглядит вообще как-то непривычно, нестандартно. Не знаю, как по мне, пусть лучше бы пластик был полностью серый, не знаю, или пусть даже, например, черный, или, не знаю, какой-то вот бело-зелененький в тон наушникам. Но, блин, вот этот вот синий цвет, как по мне, вообще просто ни к селу, ни к городу. Что касается функционала, то, в принципе, все достаточно грустно. Bluetooth-модуль версии 5.3 это вроде как хорошо. С другой стороны, нету вообще никаких поддержек хороших кодеков. Только стандартные кодеки SBC и AAC. Соответственно, если вы предпочитаете слушать музыку в хорошем битрейте, да, не просто какие-то там онлайн-радио или там музыку с битрейтом, там, 128-256 килобит, а хотите слушать музыку в нежатом формате, то, естественно, данный Bluetooth-модуль, соединение по Bluetooth-модулю будет являться узким местом. Что же касается в целом качества звучания, то, если, опять же, мы сравним, слушаем какую-то простую музыку, например, как я там, Яндекс.Радио, там нет прям-то каких-то особых требований к передаче звука, к качеству наушников и так далее, то я разницы по сравнению с проводным обычным подключением практически не заметил. Немножечко-немножечко отличаются верхние частоты. Почему-то при использовании Bluetooth-модуль они немножечко поярче, звучат чуть-чуть интереснее, чуть-чуть, скажем так, чуть-чуть капельку воздушнее, но, опять же, все это исключительно, если сравнить прям лоб в лоб непрерывно. А так, в целом, качество звучания плюс-минус такое же. Но, конечно, надо понимать, что если вы привыкли слушать музыку в форматах без сжатия или с минимальным сжатием, с минимальными потерями, то проводное подключение будет лучше. И вот тут мы приходим к такому идиотскому выводу, что если же вы захотите свои проводные наушники превратить в беспроводные, то, получается, за этот функционал, за вот это беспроводное подключение, вам придется заплатить 3000 рублей. За 3000 рублей вы можете купить, например, USB DAC, внешнюю звуковую карту для смартфона. Вот по типу такого Dodo Cool, но это уже, наверное, старенькая модель, сейчас производят какие-то другие. И вот если же вы возьмете вот такой внешний звуковой интерфейс USB DAC, то с вероятностью 90% качество звука будет гораздо лучше, чем при подключении по беспроводу. Также, если вы хотите просто, в принципе, беспроводные наушники, то, с другой стороны, почему бы не вместо того, чтобы покупать пару из вот таких наушников и вот такого Bluetooth-модуля, что в сумме стоит 6000 рублей. За 6000 рублей можно купить ТВС-наушники, грубо говоря, как минимум сопоставимого качества. А если вам повезет или вы будете хорошо искать, то вы, возможно, даже возьмете с поддержкой хороших кодеков и с хорошим качеством звука, с хорошей автономностью. Да, кстати, насчет автономности тут, с одной стороны, претензий особо нет, потому что от полностью заряженного аккумулятора гарнитура работает там в районе до 16 часов, но даже пусть это будет цифра 10-12 часов непрерывного воспроиздения, то это будет хорошо. При этом от Type-C кабеля заряжаемся всего лишь за час-полтора. Соответственно, с автономностью-то в этом плане все нормально. Но, опять же, вот рассматривая как совокупность, за 6 тысяч рублей наушники плюс Bluetooth-модуль, как по мне, это как-то нецелесообразная какая-то покупка. Да, я допускаю, что у вас, возможно, уже есть очень хорошие наушники, которые вас устраивают полностью качеством звука и все дела, но вполне возможно, если вы слушаете хорошие, не сжатые мелодии, не сжатую музыку, не сжатые файлы, вполне возможно, при подключении по Bluetooth вы потеряете вот этот вот максимум детализации, максимум информации, который может передать обычный провод, но не может передать обычный кодек SBC, даже несмотря на то, что здесь Bluetooth версии 5.3. Короче говоря, я вам рассказал про эту штуку, а вот принимать решение о том, покупать ее или нет, стоит ли она своих денег или нет, это только вам. Своё мнение я высказал, вы ваше мнение можете выразить в комментариях, не забыв отценить видео лайком, дизлайком, подпиской на канал, жмакайте на колокольчик, если хотите одним из первых узнать о выходе на видео, но меня по-прежнему зовут Максим. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!